Выставка старинных открыток, посвященная пасхальным праздникам, открылась в церкви Святого Георгия в музее-заповеднике Коломенское. Экспозиция организована Союзом филокартистов Москвы при поддержке издательского дома «Крепостнов». На открытие выставки и побывала Эльвира Гордеева. 64 уникальные открытки начала 20 века с пасхальной тематикой, иллюстрированные как маститами, так и не очень известными художниками, работавшими в книжной и журнальной графике, представлены частными московскими коллекционерами Владимиром Лебедевым и Арсеном Милитоняном. Тот стенд, около которого мы сегодня с вами находимся, это тоже открытки, посвященные с одной стороны о Пасхе, а с другой стороны теме милосердия. Они издавались в период Первой мировой войны, и мы здесь видим открытки, которые свидетельствуют о подвигах милосердия, здесь и открытки, которые отправлялись на фронт, и те открытки, которые издавались специально для военнопленных, чтобы они могли поздравить своих родственников дома. Праздничные открытки, особый вид почтовой корреспонденции, так называемые открытые письма, стал популярен почти 150 лет назад. В ту пору не было телевидения и радио, и открытки служили людям неким средством массовой коммуникации, были духовной памятью о тех, с кем они когда-то общались. В те времена открытки, хорошие, красивые открытки, стоили дорого, и их никогда не выбрасывали. Их посылали друг к другу, приходили с открытками, и эти открытки складывались в альбомы. Благодаря вот этим альбомам, которые были у стариков, сохранились эти открытки. Причем так, в 17-м году, когда люди уезжали в эмиграцию во время революционных событий, они брали с собой бриллианты и брали с собой альбомы с открытками. Среди филокартистов России Владимир Лебедев признанный знаток этого особого уникального вида печатного искусства, не уступающего литографии и художественной фотографии. Он был первым, кто начал издавать каталоги старинных открыток, систематизируя их по авторам и сериям. Только с пасхальными сюжетами у него их шесть. На выставке в Коломенском собиратель представил лишь одну тысячную долю своей уникальной коллекции. Я забавлял открытками от своего деда. Когда я был маленький, у него была небольшая коллекция. Я смотрел, и вот все это передалось вот такое увлечение. И стал собирать все открытки подряд, которые издавались, которые были в местном магазине. Потом стал серьезнее собирать. Потом дедушка умер от него. Коллекция эта осталась мне. И я стал уже серьезно собирать, разбираться в открытках. На представленных пасхальных открытках можно увидеть быт людей, проследить хронологию процесса подготовки крестьян к Дню Воскресения Господня. И того, как отмечали этот светлый праздник наши предки. Многие сюжеты старинных карточек связаны с традиционными народными пасхальными играми. Сегодня эти традиции практически забыты. Часто на пасхальных сюжетах были дети. Но дети всегда вызывают умиление у людей. И поэтому, когда человек смотрит детские какие-то сюжеты, естественно, ему становится тепло на душе. И поэтому большая часть открыток связана с детьми. Причем детьми сельскими, которые играют, которые катают яички. Увидеть старинные открытки, почитать поздравления людей ушедшей эпохи на открывшейся выставке в Коломенском можно до середины июня.